Добрый день, меня зовут Ирмаков Сергей, я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка, обязательно переходите и посмотрите. Говоря о физике, невозможно обойти стороной одну из уникальнейших личностей, внесших неоценимый вклад в развитие системы человеческого познания. Речь, конечно же, об Альберте Эйнштейне. И сегодня, в рамках продолжающегося у нас разговора о связи физики, то есть принципов функционирования природы, с психологией и поведением людей, мы обратимся к явлению и феноменам, описанному именно Эйнштейном, а если точнее, поговорим о квантовой запутанности, сцепленности. И начнем по традиции с определения. Итак, квантовая запутанность – это квантово-механическое явление, при котором квантовые состояния двух и большего числа объектов оказываются взаимозависимыми, т.е. связанными. Углубляться уже в дебри физики не станем, а вот переводя определение этого феномена на простой язык, можно отметить следующее – объекты имеют и сохраняют между собой некую связь, даже находясь в разных состояниях, измерениях, пространствах или даже временных отрезках. И здесь, переходя к психологии, мы подходим к той самой необъяснимой и овеянной столькими мифами способности психики взаимодействовать с окружающим миром вне рамок и пределов линейных причинно-следственных связей. Что я имею в виду? Сейчас расскажу подробнее, остановившись на ряде примеров. И первый пример – это связь между детьми и родителями. Между ними есть уровень отношений и прямого взаимодействия, которые подвержены всем видимым и очевидным циклам и процессам. Отношения могут быть хорошими или плохими, близкими или дистантными, взаимодействие может быть развивающее или травматичное. Иногда его и вовсе может не быть по желанию одной или обеих сторон. Однако есть иной уровень связи между родителями и детьми. В обычном смысле нематериальный, хотя на деле даже этот уровень материальный просто недоступен для прямого наблюдения и развития навыков его использования. И речь как раз о квантовой запутанности. Вне зависимости от качества реальных отношений между детьми и родителями всегда остается связь, которую нельзя разорвать. Она просто есть, как данность. Даже если дети и родители разлучены и не знают друг друга, эта связь все равно есть и она появляется вовсе не каким-то там волшебным образом, а на 100% физическим в момент появления ребенка. Но это не единственный пример. Связь родителей и детей лишь один – локальный уровень связи, реализуемый через квантовую запутанность. Обязательно нужно сказать о связи с тем, что в психологии называют родовые структуры системы, то есть это связь с предками и родственниками. Этот уровень связи также существует в виде данности, и его наличие обуславливается общим для данной группы людей энергетическим фоном, качеством. Опять же, речь не о каких-то выдуманных и виртуальных категориях энергии, которые можно услышать в так называемой эзотерике. Речь об энергии в понимании физики. Продолжая увеличивать масштаб и приводить примеры, сюда же относится феномен, который в психологии получил название коллективного бессознательного, то есть это связь на уровне представителей всего вида. Ну и самым глобальным уровнем связи в ряду всех связей, создаваемых квантовой запутанностью, является уровень связи каждого из людей с природой, со всем живым миром, включая космическое пространство, включая даже множественные или параллельные вселенные. И вот когда я говорю о позитивном слиянии с природой, выделяя его как один из фундаментов природно-ориентированной психологии и психотерапии, формирующих терапевтический эффект, то имею в виду именно самый глобальный уровень связи, лежащий в основе единства всех форм жизни, создаваемой квантовой запутанностью. А когда я говорю о противопоставлении человека и природы как источники и причине формирования психологических проблематик, то имею в виду именно попытки людей искусственно разорвать связь, существующую при помощи квантовой запутанности. И как раз фундаментальная невозможность разорвать эту связь и существовать вне ее, то есть изолированно от природы и других видов животных, приводит человечество к катастрофам, вектору разрушения и постепенному вымиранию. Так что знание и понимание принципа квантовой запутанности развития и произрастающих из него связей является одним из шагов на пути эффективной адаптации к среде. Любые попытки отрицать или искажать эти связи неизбежно ведут к издержкам. К каким именно зависит от того, на каком уровне локальности происходит искажение и отрицание связей. Чаще всего такое отрицание происходит сразу на нескольких или даже на всех уровнях, что радикально ухудшает качество жизни и снижает способность к здоровой адаптации и развитию. Ну а на этом я буду заканчивать и благодарю всех, кто досмотрел меня до конца. Напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. Ну а я желаю вам всего наилучшего и говорю, до встречи!